Эмми Всем привет! Я сейчас решил поиграть в игру Эмми, которая вышла где-то вроде полтора года назад. И она вышла на Xbox и на Playstation 3. На Xbox 360 и на Playstation 3. И я, в принципе, посмотрел прохождение, но не полностью. И мне игра не особо понравилась. Единственное, что мне понравилось, это то, что тут вот, когда вот, тут происходит заражение, тут очень прикольные такие эффекты, атмосфера такая прикольная создается. Ну, то есть, тут игра про зомби, если кто не знает. Тут, как обычно, про зомби, апокалипсис, там зомби, весь город заражен. И вот девушка с маленькой девочкой значит, вот в этом мире пытаются выжить. А у девочки там специальные способности есть. И вот они, значит, там ходят по всяким зданиям разрушенным, потом в городе там где-то. Вот. И я досмотрел прохождение не до конца, потому что я вот смотрел DSP, Dark Side Filla, но он там в одном месте запоролся уже ближе к концу игры и не мог пройти это место. И он, короче, так и забросил игру. Вот. И потом я смотрел от разных тоже ютюберов, они тоже, они начинали и бросали. То есть, вообще, эта игра, она мало кому понравилась. Многие ей дают очень низкие оценки, в принципе, мне она тоже не особо понравилась. Вот. Но я ждал, пока она выйдет на компьютере. Была информация, даже разработчики сами говорили, то, что они делали ее для компьютера. И вот я ждал, чтобы бесплатно скачать и самому поиграть, потому что у меня, в принципе, было самому интересно. Она чем-то похожа на Resident Evil или Silent Hill. То есть, по атмосфере тоже такая атмосфера одиночества. Вот. Тоже всякие там монстры, мутанты. Вот. То есть, что-то такое. То есть, игра, в принципе, не особо хорошая, но в ней есть определенные такие интересные моменты, так скажем. Вот. Вот. Чем она немножко привлекает. И вот я ждал, думал, она выйдет на компьютере. Она так и не вышла. В результате отменили ее для компьютера. Она осталась на Сонке и на боксе. И вот она, в принципе, очень дешевая. 130 рублей вроде она стоит. И я ее решил купить и сам поиграть. Вот. Не знаю, насколько долго я в ней останусь. Вот. Видите, она на английском языке, но, в принципе, там особо ничего такого нет сложного. Вот, интересно, оригинальная версия, она что значит? Оригинальная версия. Она выкричена по умолчанию. Короче, вот, начнем. Тут, кстати, да, еще важное замечание. Тут, по-моему, на нормальном уровне даже игра достаточно сложная. Поэтому, насколько я слышал такую информацию, то, что рекомендуется, когда первый раз играешь, играть на легком. Вот. Но я буду все равно на нормальном играть. Вот. То есть, как бы, мало кто игру проходил. Я, наверное, тоже до конца не пройду, так поиграю вначале немного. Посмотрим. Вот. Что-то подтормаживает как-то. Шумит очень сильно. Вот. Но, в принципе, тут даже по видео было видно, то, что тут достаточно криво сделана система боя. Как-то не не очень удобно. Ужасно, конечно. Нарисованы персонажи, да? Как куклы. Ну, вот, короче, ехали, а не в поезде. Ура! Ура! Типа уют эти способности у нее. Типа ее изучали там где-то. В центре, в каком-то. О! О! О, Лана! Давайте уже в зубби превращайтесь скорее. Ха-ха-ха! А, вот почему я хотел в игру поиграть. Потому что мне некоторые локации понравились. Реально прям похоже на Resident Evil или Silent Hill. Прям очень так прикольно. Во-во-во. Точно, мне локации очень понравились. Там всякие заброшенные торговые центры, там метро, там. Прикольно. Тут все нарисую. Она нарисует ужасы, как Фредди Крюгер приходит и всех забирает. One, two, Фредди's coming for you. О! Я не хочу Фредди Крюгера. Я не хочу Фредди Крюгера. Что такое, Эмми? Боишься Фредди Крюгера? О, я тоже боюсь его. Ой, как потемнело. Какой-то взрыв там. Во. Это Фредди Крюгер. Он идет за нами. Фредди ведет за тобой. Бои. Не спите по ночам, детишки. Вот так вот игра начинается. С пришествия Фредди Крюгера. Часть 20-я. Ха-ха-ха-ха-ха. Фредди и маленькие девочки. Часть 20-я. Короче, она вырубилась, просыпается. И тут уже все по-другому. Вот. Типа они тут сидели? Так, это управление. Кто-то инвентарь. У меня ничего пока нету. Так. Старт. Это пауза. Так, серит эта хуйня. Так. Мы, короче, видите, остановились на станции. Поезд приехал прям на станцию. Куда ему и надо. Эйми. Эйми, where are you? Что ты так орешь? Фредди и услышит. Хотя он и так все слышит и все видит. Он все слышит, он все видит. И тебя он ненавидит. Расцарапает лицо, оторвет твое яйцо. Когтями тебя насквозь проткнет и кровь твою себе заберет. Точнее, душу. Душу твою себе заберет. О, мой гад. Что происходит? Что происходит? О, тут можно садиться. Можно танцевать. Потанцуем. Присядем. Встанем. Зарядка. Ой, блядь. А че это такое? А, декоминтаминейшн. Тут, короче, будет заражение у тебя в некоторых местах. И ты должен такие штучки находить. Он че-то не встает. У него, наверное, не встал. У него еще не встает пока. Так, оружие мы взяли. И теперь мы идем обратно. Вот она идет, у нее палки в руках не видно. Смотрите. А когда ты нажимаешь L2, то у нее в руках что-то появляется. Странно, да? А можно, смотрите, вот так можно ходить, а можно еще бегать. Во. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ой. Блин. Реально такая пугалка. Небольшая. Так, можно выйти уже отсюда. А вот еще ванная. Сортир. Короче, наша цель найти эту Эми сейчас. Ну, в принципе, практически всю игру она будет с нами. И, кстати, когда ты находишься рядом с ней и держишь ее за руку, то у тебя жизнь останавливается. О, я с одного удара вырубил его. Странно. Странно. Быстро как-то. Странно. Бац и все. Вот это, видите, зомби, это как Resident Evil. Туда пойдем? Или пробежимся в другую сторону, посмотрим, что там. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Я чемпионка. Забег на время. А, квадрат даже можно держать. О, смотрите, как она быстро бежит. Ого. Так, а у нас фонарик нет, разве ничего такого? Тут темно, смотрите как. А, как темно-то, блядь, пипец, охренеть, как темно вообще. Так, а вниз можно спуститься, нет? Прям под поезд. Так, вот тут что-то у нас. Еще одна такая штучка. Так, все, не думаю, что тут что-то еще есть. А у тебя нет тут ни выносливости, ни ничего. Похоже, можно бегать как хочешь. Чекпоинт. Слышите кто-то? Как будто собака какая-то. Ну, фонариков, похоже, нету. Я не помню, что были, кстати, фонарики. Так. Вот тут мы потом будем решать головоломку, это я помню. И еще нам должен попасться чувак Марчелло, зовут его. Или Драчелло. Какой-то такой, короче, чувак. Драчелло, Питачелло. Пока закрыто. Тут автомат, вроде можно... Он еще зонний. Ой, можно даже медленно-медленно подходить. Вот это я сам не помню. Так, а можно его... Вот тут, видите... Ого, как она... Видите, она выполнила такой суперудар, типа. Я думал, что если я к нему подойду медленно, что он меня не заметит, то я смогу какой-то такой удар сделать и сразу его завалить. А тут такого нет, она ничего не сделала. Тогда какой смысл к ним подходить, так? Вот, смотрите, что-то тут лежит. Это... А, это еще одна палка. Если, типа, эта сломается, можно будет еще одну взять. Типа, запасная. Так, тут темно, ничего не видно. Так. Где этот... Драчелла-петучелла? Так, а что тут в автомате? Ничего не дает сделать. Странно, вроде что-то можно было сделать тут. Видите, тут кровь, короче. Так. Вон еще что-то лежит. Тут... Вот тут сейчас заражения нет, но там будут специальные места такие, где будет заражение. Так. Тут ничего нет почему-то. Хм. Пустая, тупо, короче, пустая комната. Марчелла-драчелла... Вот еще одна палка. Марчелла-драчелла не любит такие пустые комнаты, бессмысленные. Если комната, то обязательно в ней должен быть смысл. Вот так... Вот такая вот логика у Марчелла-драчелла-петучелла. По идее, вон туда надо идти. Туда далеко, вот там он будет. Странно... Что-то я пропускаю. Смотрите, вот эта комната пустая, да, в ней ничего нет. В ту комнату нельзя войти, потому что там дверь закрыта. Этим я воспользоваться тоже не могу. Так что ж тогда делать? Тут все закрыто на конце станции. А, вот! Вот так, может быть, пройти. Да, видите, я оказался с другой стороны. Но тут все равно закрыто. Пробежимся еще тут. Эйми! 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 Вот тут он будет сейчас. Эйми! Да заткнись ты, блять! Там Марчелла-драчелла-петучелла дрочат. Не спугни его. Спугнешь, весь кайф прервешь. Вот он! Марчелла-драчелла-петучелла. О-о-о! Видите, он дрочил, я же говорю. Ха-ха! Ха-ха! Ты уверен, что ты путешествовал с маленькой девушкой? Мы должны найти ее. Ее имя Эйми! Она боится вроде Крюгера. Или Хайд! Я буду найти ее. Мой имя Мачелла. Я могу тебе помогать. Это у него руки какие-то. Или он такой ранен. Теперь он с нами будет ходить. Ну чё Марчелла-драчелла-петучелла? Так, чё ты тут прячешь? Эйми! Эта красивая девушка действительно хочет тебя найти. Так что они могут все продолжаться и уйти от всех этих монстров. Видишь, какую он песню поет крутую? Марчелла поет песню. Так, и теперь с ним, наверное, можно подойти. Ну-ка, ну-ка, а тут? Эта штука ничего не делает. Теперь с ним, наверное, можно подойти туда и он там что-то сделает. Сейчас посмотрим. Ага. А, он знает, куда идти. Говорит, follow me. Я помню, когда... Видите, как он ходит? Я помню, Фил, когда я смотрел его проходение, он сказал, что он так ходит, как будто он в штаны насрал целую кучу. Х %ign! Ага! Во! Ой! Все, колори! Такое желтое, цветное! Так! Тут нужно, короче, отсканировать! А, все?! Ага, вот, тут короче написаны точки, и нужно по этим точкам идти, короче, куда они показывают, и искать. Чё? Так, короче, он будет болтать всё время, чё-то какую-нибудь хуйню там. Так, вот тут я помню, в конце одна должна быть, на станции должна быть одна. Да, я в принципе так помню. Во-во-во. Нет, не то. Нужно, короче, тут все точки, и нужно все посмотреть, и только в последние будет то, что надо. Так, вот на станции должна быть одна. А, по-моему, ещё в поезде. Ну-ка, зайдём в поезд. Так, в поезде. Вот там зомби был мёртвый, вот у него сто пудов будет. А его уже нет, видите, он уже ушёл. Он сейчас ко мне подойдёт, пока она сканирует. О, я нашёл, это тот самый. Это нужный. Такой живучий, сука, а. Видите, короче, я же уже просканировал. Тут, короче, видите, у меня один угол из четырёх запачкан кровью. Вот, когда ты получаешь ранение, все углы испачкаются кровью. Сначала второй, потом третий, потом четвёртый. И когда все четыре угла будут испачканы кровью, тогда по тебе будет ещё один удар, чтобы уже окончательно тебя добить. Ну, то есть тут такая система. То есть здоровье показывается именно таким образом. Всё, я нашёл правильный этот самый образец ДНК. Теперь можно ту дверь открыть. Но чтобы её открыть, нужно, по-моему, будет головоломку решить ещё. Так, видите, всё изменилось, всё становится более красное. Вот, короче, тут заражение. Значит, тут некоторые места будут заражение. Когда ты в них находишься, то у тебя экран находится всё более и более красный, потом ты умираешь, если не вылечишься, или если с того места не уйдёшь. Вот. И сейчас, видите, меня зомби ранил, то есть он меня заразил. То есть я постепенно буду заражаться. Заражение будет всё больше и больше. И если я не использую эту аптечку, то заражение меня убьёт. То есть вот что мне нравилось в этой игре, то что тут более и более красное всё становится. Чем больше у тебя заражение, тем больше всё красное. И вы на записи на этой вряд ли услышите. Но когда заражение, чем больше и больше, то ты начинаешь слышать всякий шёпот, всякие звуки непонятные там какие-то. Вот прикольно, вот тоже мне нравится, такая атмосфера меняется в игре. То есть всё становится таким кровавым, знаете, и шёпот, всякие такие голоса ты начинаешь слышать где-то. Вот. Очень интересно это сделано. Вот видите, у меня сейчас заражение прошло, потому что у меня был только один квадрат, только один, то есть я только один удар получил, у меня был только один угол красный. Поэтому, видите, у меня как бы здоровье само восстановилось. То есть мне не понадобилось аптечку использовать. Вот. Так. Вот тут надо головоломку решить. Во. Но как она тут решается, это... Хрен её знает. Вроде где-то надо подсказку найти, чтобы её решить. Видите, вот эти штучки надо... Каким-то образом поворачивать. Поверяйте, пожалуйста, попробуйте. Вот. Короче, тут вроде надо найти подсказку. Вот. Ну, я думаю, что я на этом видео остановлю. И в следующем видео мы уже пойдём поищем подсказку. Потому что так вроде наобум ты не решишь. Ну, можно наугад подобрать? По-моему, Фил наш находил подсказку. Вот. По-моему. В общем, посмотрим, короче. Вот. Продолжение следует. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА